Это Федот. Федя. Это Тома. А это я. А как тебя зовут? Коля. Коля всего три, но смелости ему не занимать. Пока брат сестру испуганно жмутся к маме, знакомит нас со всей семьей. Минуту спустя уже на лестнице, спешит похвалиться своей комнатой. Показывай, где ты спишь. А там я. На стене напротив картина. Два малыша. Мама Аня достает из чулана тройняшек. Пану тоже хотела повесить в этой комнате. Никак, вспоминает с мужем, не могли просверлить стенку. Видимо, на этом месте было суждено появиться детской кроватки. У нас вот здесь тоже детишки, двойняшки. Еще в другой комнате, в зале тоже. Ходила по дому, думаю, дети висят на стенках. Когда же вы тут будут бегать? Топ от детских ног раздался в доме Львутиных только через несколько лет, в ноябре прошлого года. Супруги долго решались на ответственный шаг, советовались с родными детьми. Те давно уже выросли, покинули отчий дом. Если не мы, то кто? Решили близкие и взяли в семью сразу трех погодок. Он шапку смотрел. Шапку не посмотрел? Он хочет. А ну-ка шапку покажем. Вот. А здесь кто? А это мы пазлы собрали и вот так давай пять. Федь, как мы? Давай пять. Вот так. Рассматривать фотоальбом – любимое занятие. Мама Аня вспоминает, как впервые ребята переступили порог дома. Первый вопрос – почему нас нет на фотографиях? Сейчас в рамках и альбомах сотни совместных снимков. А еще есть маленькие у Коли, Коль. Вот какие. Вот. Керкий конструктор, гоночные машинки, мягкие игрушки. Еще год назад в детской жизни всего этого не было. Был только дедушка да старенький домик. Да еще походы в лес за грибами. Федя, грибы все знают. Знаешь, какой гриб? Какой ты гриб знаешь? Пальчик. Боровик. Вот боровики. Собирали с дедушкой боровики. А лисички знаешь грибы такие? Да. Сейчас они ласкаются и весело щебечут. Первые месяцы адаптации, вспоминает Юрий и Анна, были очень тяжелыми. Не только для детей, но и для них, взрослых. Тома меня поначалу вообще боялась. Даже вот если я заходил на кухню, и она сидит за столом, она не начинала есть, пока я не выйду. У них был стресс. Ну стресс какой? Очень нервные были. Мы вообще забыли про себя и про свои дела забыли. На кухне только посадили их троих и только стояли, как официанты на подаче. Хлеб, ложка, вилка, чай. Они и теперь ни на шаг не отходят от Феди, Тома и Коли. Отдохнуть, говорят, еще успеют. А детям каждую секунду нужны любовь, внимание, забота. И твердая уверенность в жизни, что у них есть дом и семья, где всегда поймут и поддержат. Елена Бочкарева, Иван Зюрев. События. Сельцо.